Йоу! Всем привет, братья и мои сёстры, друзья, мои подружки. С вами, как всегда, Йоутиз Шуморо. И, значит, я тут сидел в стиме, смотрел, чекал, как говорится, да, чё выходит вообще сейчас, чё не выходит, чё интересного, чё хуёвого, как бы. И тут смотрю, игра, как бы, с таким, знаешь, интересным названием. Называется «Подвал Бога». Бля, я чё-то так захотел в неё кликнуть, понимаешь, я в неё кликнул и купил. Я её кликнул, купил и решил посмотреть, что это за игра, знаешь. Это, как я понимаю, хоррор-выживалка. Да, ты думаешь, чё здесь такое, блядь, вентилятор какой-то, какая-то залупа. Кстати, чё за залупа, давай почитаем. Это хоррор. Это хоррор с головоломками. То есть, так как я очень умный и внимательный летсплейщик, блядь, я решил взяться за это дело, как говорится, вместе с тобой. Поэтому, если чё, не бомби. А мы начинаем, знаешь. Нажмите кнопку «Возаимодействие для использования объектов» в клавише «Е» по умолчанию, но ты можешь изменить элементы управления в меню «Спасибо, блядь». Если ты застрял или не знаешь, что тебе делать, используй подсказки, которые могут быть найдены в меню «Паузы». Подсказки появляются автоматически, если ты останешься в какой-либо зоне более шести минут. То есть, если я дебил, я могу вот так вот остаться, пойти делать кофе, и мне придёт подсказка. Охеренно, ладно, давай посмотрим, почему это игра хоррор, и почему это выживание в подвале бога. И почему это вообще подвал бога, блядь. Новая игра для взаимодействия и параметры. Вы чё, издеваетесь, блядь, надо мной? Зачем ей глава 1 выбрать? Глава 1. Это я загрузить игру. Ну, ладно, хорошо. Загружаю игру, глава 1. Только не говори мне, что ты меня сейчас перекинешь на самый старт, пожалуйста, блядь. Нет. Не на самый старт, это было типа лобби. А вот это уже начало игры, видимо. Слушай, довольно интересная задумочка, довольно интересно так сделано. Не знаю, что за залупа, братишка-сестрёнка. Как у тебя дела вообще рассказывать? Так, ног моих не видно. Здесь у меня уже другой вентилятор. Видимо, в офисах жарко. На правую кнопку я могу приблизиться, и там кися. Кс-кс-кс, там кися на тебя смотрит. Чё-то хочет от тебя. Я нихуя, я высоченный, блядь. Или это стол такой маленький, ёбаный. Ну, я просто сам-то пиздюк, блядь. И нихуя себе, блядь, у меня всё маленькое внизу, блядь. Ладно, давай пос... Мне кто-то звонит. Давай, посмотри, давай. Здравствуй. Приветствую тебя в подвале бога. Место для особенных, как и ты, личностей. Так, я понимаю, что в данный момент ты можешь быть немного удивлён, однако со временем ты получишь все необходимые объяснения. Возможно, что-то из твоего прошлого ускользает от твоей памяти, но скоро эти воспоминания вернутся. Да, блядь, всё я помню, чё ты начинаешь. Тебя также может интересовать, кто ещё живёт в подвале бога, и довольно скоро ты познакомишься с его обитателями. Я понимаю, всё это может казаться тебе подозрительным, однако в данный момент важно, чтобы ты мне доверял. Когда ты будешь готов, выйди из комнаты и иди до тех пор, пока не найдёшь комнату с голубым светом. Там я тебе дам дальнейшие инструкции. Окей. Чё? Тебе также стоит постараться игнорировать все странные и необычные звуки и образы. Я вновь слежусь с тобой, когда ты добьёшься до начального места. Значит, мне будут... То есть я под галлюциногенами, пиздюк, работающий в офисе. Я офисный планктон, у меня есть кабинет. Какой-то хуй звонит, значит, мне в разгар рабочего дня, когда я уже заёбанный, и говорит мне, что мы находимся в каком-то подвале бога, и я не должен реагировать на всякую хуйню, которая вокруг происходит. Замечательно. Ладно, давай сделаем погромче звуки. Я хочу слышать всё, ощущать, понимаешь? Мне кажется, что это атмосферная залупа. То есть так, ладно, здесь залупа, здесь ничего. Так, там херня. Значит, нам нужна комната голубая. Нейл Йонг, отец, блядь. Отец здесь я, блядь, охуели совсем, что ли? Мама, бабушка, понятно, дед, это семья. А я, короче, самый младший. Это Джеймс Йонг. Кевин Йонг мой брат. У меня есть отец Нейл Йонг. И мы Йонги все, короче, блядь, типа молодые. На это на самом деле фамилия такая. Китайская, корейская, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Записочка какая-то. Покинуть, читать записочку. В настоящее время расследуется произошедшая в прошлые выходные авария со смертельным исходом. В отчетах сообщается, что пожилая пара ехала по автомагистрали между штатами вместе с новорожденным внуком, когда водитель потерял контроль. Автомобиль отклонился от дороги и врезался в дерево. В результате этого несчастного случая погибли водитель, пожилой пенсионер по имени Фрэнк Янг. Его новорожденный внук Кевин Янг, Маргарет Янг, единственная выжившая в этой аварии. О май факин гад, так я погибший ребенок, то есть подожди, я же Кевин Янг. Нет? Нет, я Джеймс Янг. А где? Подожди. Кевин Янг, я Джеймс Янг. Стой, вот это да. Угу. Предполагает, что причиной инцидента мог стать алкоголь. Однако для окончательного... Кевин Ян, Маргарет Янг, Фрэнк Рэнк Рэнк... Да. Про меня ничего не говорится. То есть... Комнату с голубым свечением мне нужно найти, да? Только не говорите, что я сейчас буду тупить, блядь, в этом помещении. Пульт использовать. Я не могу использовать пульт, но я могу его повертеть. Слушай, интересная залупа, интересно. Да, а скейп можно как-то вообще вот это? Ноутбук могу использовать? Почему я здесь пройти не мог? Это что там, зая? Это зайчик? Это игрушечный зайчик. Кстати, наливай себе там покушать, попить, потому что сегодня... У нас с тобой такой мини-фильм будет, да? Мы с тобой сегодня будем погружаться в атмосферу, в залупу. А что это такое? Это зайчик какой-то, да? Зайчик с ушками. Сушастый зайчик. Сейчас он будет орать на меня, как скример вылезет. Нахуй, я знаю, блядь, ваши игры, блядь. Я знаю вас, разработчики, лишь бы, блядь, нервы подпортить мне. Чтоб я снимал потом эту залупу всю. Слушай, меня затянуло, блядь. Как выключить залуп? Я ничего не могу сделать. И какая у меня здесь подсказка, вопрос? Я должен с зайчиком наедине быть? Хочу с... Фрэнк Янг, дед, мертв. Кевин Янг, мертв. Нейл, Сара и Маргарет. Смотри, появились красные пятна. Я должен блуждать, бля, меня что-то передергивает. Это что такое? Добро пожаловать в загробную жизнь. Совсем ничего не помнишь? Скоро память к тебе вернется. Главное, доверяй оператору. Welcome to the Don't Remember Anything? Доверяй оператору. Оператор это тот, кто мне звонит, видимо, да? Слушай, бля, что-то интересное. Что-то интересное. Оператор это, видимо, тот, кто мне позвонил. Совсем ничего не помнишь. Могу ли я позвонить снова оператору? Могу я в компик поиграть? Типа это загробная жизнь, да? Поэтому игра и называется, в принципе, Подвал Бога. Так, значит, давай чекай. Давай попробуем позвонить оператору. Оператору не можем позвонить. Листик. Листик. Имя Джеймс Янг. Это я. Статус скончался. Мать Сара Янг, Нил Янг. 97-го года рождения. Причина смерти не устанавливает. Большую часть жизни воспитывался бабушкой. Играл в PlayerUnknown's Battlegrounds. Так, подожди. Здесь что? Здесь непонятно. Регально это для задротов папка. Знаешь, нам большую часть жизни играл в папку. Бля, папка моя жизнь, нахуй. Ай, блядь. Не могу ору, блядь. Я и хотел подъебнуть, извините меня, пожалуйста. Меня пропер... Ёбаный, кто размазывает здесь всю эту хуйню? Кто балуется, блядь? Почему оно все кровавее? Я должен как можно больше подсказок найти, что ли? Как можно больше окунуться, как говорится. Сейчас там вместо зайчика хуй какой-нибудь сидит, блядь. Где зайчик? Зайчик сидит дальше. Ёбаный, нахуй, у меня мурашки по коже, блядь. Игнорируй, говорит, хуйню всякую, которая тебе будет мерещиться. Я пульт не могу использовать. Зайчик, иди нахуй, зайчик. Я не хочу больше с тобой играть. Зайчик, я не хочу с тобой играть, блядь. Ты знаешь, я снимаю достаточно поздно вечером. Ключик, блядь, спасибо, блядь. Все, я прошел этап. Видишь, я не потупил вообще. Я просто должен был найти какие-то мелочи. Почему эта игра называется Подвал Бога? Ира... Ну, видно, что да, это подвальное офисное помещение какое-то. Что это за нахуй? Игра, только не заставляй меня орать, пожалуйста. Давай посмотрим, что это за нахуй. Что здесь вообще творится? Значит, залупа, 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 пакет, залупа. Вот оно, голубое свечение. Про это говорили. Подвал Бога. Необходим молоток. Окей, я должен раздобыть здесь молоток. Игнорируй, говорит, странные явления. Вот он, молоток, пожалуйста. Это, это я сделал. Это все достаточно легко. Значит, устранение баррикады. На Е я должен прокликивать Е. Если в подвале Бога ты новичок, доверься оператору. Он проведет тебя, блядь. Да, Морфеус, блядь. Только таблетки никакие не давайте, а то я чувствую, он и так у нас под галлюциногенами жесткими. Закройся. Так, давай посмотрим. Мистер Морфеус, блядь. Нео, что ты выберешь? Здесь какие-то картинки, рисунки. Здесь залупа. У всех нерабочие компы. Все в режиме логин, да? Ой, уйбаный, нахуй, блядь. Вы че нахуй, блядь? Фу, я такой напряженный, блядь. Может, не стоит близко к монитору сидеть? Так, ладно, спокойно, давай посмотрим. Выжить в подвале Бога. Кто звонит? Вижу, ты нашел голубую комнату. Надеюсь, это было не слишком сложно. Кстати, забыл представиться. Пока что ты можешь называть меня просто оператором. Имя, конечно, неофициальное, но запоминается легко. Ты неплохо продвинулся. Сейчас у нас некоторые проблемы со светом. Так что тебе понадобится фонарик. Ну, блядь, классика. Ты найдешь его в соседней комнате на столе рядом с радио. Потом он тебе пригодится. Возможно, ты этого не ожидал, но факт состоит в том, что существует немало версий загробной жизни. И подвал Бога одна из таких версий. Благодарю тебе за доверие и ценю то, что ты сотрудничаешь. Повторю еще раз. Если тебе попадется что-либо подозрительное или странное, изо всех сил постарайся это игнорировать, ублюдок. Мы продолжим разговор в соседней комнате, когда ты возьмешь фонарик. Так, удачи, ёпта, блядь. Окей. Знаешь, у нас есть оператор. Оператор жесткий, у него такой голос серьезный. В соседней комнате. О, спасибо большое. Я думал, она открыта, закрыта. Подожди. В соседней комнате, блядь. Спасибо, это так закрыто, типа, да, я понял. Там что-то мерещится, что-то дергается. Вот здесь вот где-то должен быть фонарик. Идите нахуй, мне не страшно, блядь. Вот он фонарик. Так, там мы, говорит, продолжим разговор... Ф-фонарик. Хорошо. Хорошо, на Ф мы запускаем фонарик. Это что за лупо? Читай. Дорогая мама, прости за то, что не отвечаю на твои звонки. Я понимаю, что вина лежит не на тебе, но смерть Кевина и папы очень на нас повлияла. Думаю, нам с Сарой потребуется какое-то время на то, чтобы погоревать и принять случившееся. Береги себя. Нейл Янг написал это письмо. Отлично. Играет радио. Он сказал... Кто нахуй? Кто чё, блядь? Кто, блядь? Кто нахуй, блядь? Кто это сделал, блядь? Что это было, нахуй? Меня передёрнуло аж. Что это, блядь? Что это? Это шкаф, блядь. Фонарик на батарейках? Нет. Сука, не нервничайте меня. Так, спокойно. Сейчас будем разбираться. Молоток я ещё один могу взять? Уебать кому-нибудь. Хочется ещё что-нибудь защит. Я бы... Вот, блядь, в такой ситуации, кажись, я по-любому бы искал. Я бы в руки взял стул какой-нибудь нахуй и ходил бы. Вот скажи мне, ты бы так поступил или нет? Вот такая вот золу. Это закрылась дверь. Заебись. Меня заперли вообще в этой золу. Вижу, ты нашёл фонарик. За этой дверью может быть довольно опасная. Да вы охуели, какой опасная? Наверное, ты всё ещё плохо помнишь свою прошлую жизнь, но скоро воспоминания начнут возвращаться. А пока что выходи в коридор. Я настоятельно советую тебе не смотреть по сторонам слишком долго. Бля, я сейчас обосусь от этой игры нахуй. Если что-то попытается привлечь твоё внимание, постояйся его проигнорировать. Отворачиваться от хуйни, да? Если кто-то или что-то потребует к тебе приблизиться, сделай всё возможное, чтобы избежать контакт. Самое важное. Не признавай ни в коем случае не признавай его существование. Если ты будешь следовать этим инструкциям, всё будет хорошо. Блядь, не могу нахуй. Дай мне пару минут, я открою дверь. Ты там, блядь, засаживаешь хорроры, блядь, скримеров, да, по-любому нахуй. Когда этот экран покажет, что дверь открыта, ты можешь двигаться дальше. Там, скорее всего, сейчас идёт подготовка актёров, типа они призраки, блядь. Типа так, ребят, собрались, нахуй сейчас он будет заходить, сейчас. Пока не впускай его, пока не впускай его, я в трусах, блядь. Ну, какая-нибудь такая ситуация, понимаешь? Окей, я понял. Сейчас там будет пиздец какой-то происходить за этой дверью. Так, я готов, ствол у меня есть? У меня нет даже инвентаря, блядь. Ствола у меня явно нет, подавно, блядь. Всё, короче, пизда, рулю. Давай-давай-давай-давай, открывай дверь, я готов. Нахуй, блядь. Сука, охуенная игра, сука, какие они молодцы, разработчики, блядь. Вот ты меня, вот это да, блядь, вот это нахуй, блядь. Я не могу, я не хочу, блядь, надо свет включить в комнате. Я в рот ей бенил. Я не думал, что это будет хоррор, что мне будет страшно. Блядь, нахуй, блядь. Вот это я понимаю, вот это, блядь, вот это да. Вот это я понимаю, вот это. Слушай, ты очканул тоже? Нет, ты очканул? Скажи мне, ты очканул. А чё она такая вся такая, блядь? У вас, у вас этот, тут из листиков бумаги, из картона, сделанная залупой, не должно было такого быть, видимо. Если что-то, говорит, попытается привлечь твоё внимание. Пошли нахуй, блядь, я досмотреть даже не буду, блядь, в ёбке. Эй. Эй. Вы мне должны дать пройти, пожалуйста, блядь. Вы мне должны дать пройти. Блядь. Смысл от этого коридора, извините меня, пожалуйста. Вы меня наебать решили, что ли, просто, уважаемые? Вот это вот, может быть, подвинуть просто? Эта дверь не работает. Могу ли я включить здесь лампочку? Зачем меня двигать туда-сюда обратно, вопрос. Ёб твою мать, зачем? Зачем это делать было, блядь? Тут кто-то бухал, бухал и курил. Во всех играх, почему-то во всех хоррорах, бухают и курят, блядь. Не знаю. Не знаю, с чем это связано. Дальше я пройти не могу. Сюда пройти не могу, блядь. Короче, я в жопе с тобой. Опа. Опа. Бог. Меня не простил. Там кто-то плачет, блядь. Там рожают? Это... Или это слезы? Ёбаный ротик. Не смотри туда. В этом помещении кто-то есть. Я должен спасти кого-то? Я не буду туда отвлекаться вообще. Я в это не верю, все. Я в эту залупу не верю, блядь, всю. Так, и что я должен здесь сделать? Я что-то должен еще найти. Какую-то заметку. Дверь не открывается. Здесь кто-то поплакал. Вот эта хуйня не сдвигается с места абсолютно. Что я еще здесь должен сделать? Игра ждет, пока я приблизю себе... Ебальник, и посмотрю туда глубоко. Может мне, нахуй, отсюда выйти? Там какие-то помехи. Ты слышишь? Все идет с помехами. Слушай, я так плотно погрузился, нахуй. А что с дверью? Почему, когда я приближаюсь, она приоткрывается? Смотри, такое ощущение, что... А, я вот этой хуйней ее приоткрываю. Или нет? Нет, я должен искать еще что-то. Я должен найти какие-то улики, блядь. Кто-то игра сказала, вот будешь тупить, блядь, мы тебе поможем. Ну, как бы здесь больше нечего активировать. Ты посмотри, я проактивировал абсолютно все. Вот эта дверь явно не открывается. Сейчас меня должно что-то напугать, блядь, со временем, мне кажется. Что-то такое должно заставить меня обосраться, блядь. Понятия не имею, что именно. Пошла ты нахуй! Слышишь, блядь, меня? Я так и знал, блядь, что они... В щель посмотри, блядь, там будет хуй какой-нибудь. Или хуйня какая-нибудь, девушка какая-то, блядь. Все, я увидел тебя. Ты там, я знаю. Ты там, ты говно, блядь. Я видел, я сначала не понял, что это такое. Она даже не напугала, блядь, вот эта вот меня залупа, блядь. Вот эта залупа меня даже не напугала. Дальше чё? Дальше хуйня какая-то творится там. Не знаю, братик мой. Сестренка моя. Не напугала, блядь. Я весь потный, нахуй, сижу, блядь. Подожди, дай я свет выключу, блядь. Нахуй. Вот, блядь, свет выключил. Вот, заебись, блядь. Вот теперь атмосферка, нахуй. Вот теперь я понимаю, блядь. Вот теперь, блядь, меня должно пугать. А то хуйня какая-то не напугала, понимаешь, меня даже. Такого быть не должно. Хорошо, мы увидели залупу. Мы активировали... Мы активировали с тобой триггер, правильно? То есть, да, мы активировали триггер, увидели залупу, дверь приоткрылась. Теперь мы должны войти. В этой комнате была хуэтень. Только не оставляйте мне с этой хуетой. Телек, блядь. Телек и банка. В новостях передавали, что автокатастрофа привела к гибели деда и младенца. Власти сообщали, что автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Это какой псих вот это вот делал? Выжила только бабушка-младенца, она получила серьезные травмы, однако сейчас ее состояние стабильно. Полиция сообщала, что дед был за рулем, и алкоголь, возможно, стал причиной аварии. Ебаный нахуй. То есть, дед нажрался все-таки, да, блядь, по всем показателям? Бог меня не простил. Одни и те же записки. Вот эту я залупу открыть не могу. Какие улики я здесь должен найти? Дверь открылась. И что меня ждет дальше в этом ебучем коридоре? Говорит, не верь в то, что ты увидишь, блядь. Я не поверил, как бы. Меня даже не напугала залупа, я не знаю, кто-нибудь напугался или нет. Ну, допустим. Спасибо большое, блядь. Еще один триггер, мы с тобой прошли. Так, дальше что? Сейчас со мной свяжутся, очевидно, да? Они никогда не отвечали на мои письма и звонки. Я ждала вечность ради того, чтобы услышать звук их голоса. Телефон не звонит, это очень странно. Мне показалось, что сейчас должен связаться со мной, хуй. Ну, как бы, это было бы логично. Но хуй не связался. Ха. Я что-то еще не нашел. Сука. Я должен... Закройтесь, нахуй. Я должен был туда пройти, да, чтобы ты позвонил? Блядь. Нет. Нет, 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 нет. Не. Не плачь, сука. Не плачь, пожалуйста. Я знаю, что там уже все хуй, я тебя видел. Ты, ты уже все. Тебе пиздать. Я тебе уже плачем не поможешь. Все, пожалуйста, не надо. Не надо. Не нагнетай мне, пожалуйста, обстановку на видео, блядь. Не нагнетай мне, пожалуйста. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу теперь что-нибудь веселое Я буду мультики смотреть теперь на ночь, чтобы уснуть нахуй после этой игры, блять Понимаешь? Мультики придется, блять, смотреть Я не веселый Там Микки Маус, блять, хуйню какую-нибудь включу Том и Джерри, блять Чтоб весело было Не хочу такой залупы, блять Не говори мне, что мне нужно вернуться к тебе Блять, ты меня заебала уже, девочка Сука Нет, пожалуйста Я не должен возвращаться назад Я не должен возвращаться назад Я же не должен Что я должен здесь сделать, блять? Не беси меня, игра нахуй Что еще? Поплакать с тобой должен в ответ Оу-оу Нет, дверь оставлю открытой, ладно Закрою Еще раз нужно отвечать на звонок? Блять, эти разработчики давят мне на нервы, нахуй Этого не должно быть так Это не должно быть так Нужно расслабиться, блять Психологическая залупа Стали психологическую хуйню выпускать в стиме Почему дверь зак... Отк... я открытую ее оставил, да Сейчас иду сюда, активирую триггер, блять В очередной раз Так, фа... Хм... Игра сломалась? Может, азбука и морза как-то? Не? Что, блять, я должен сделать? Слушай, это мне уже начинает... Вот этот момент он меня начинает уже, блять, теребонькать Игра интересно поставлена, но... Вернуться в комнату? Пока плачешь ты по телефону? Давай Давай Сюда вернуться? Явно нет Я явно что-то делаю не так Какой триггер я должен активировать еще? Вот этот триггер Да, то есть если рассуждать с позицией Я захожу сюда Чекаю дверь и звонит телефон Не брать трубку Не брать трубку Не брать трубку Очевидно, такая головоломка здесь Ну, если я не совсем тупой дебил, блять Такой же варик может быть? Не брать эту самую трубку И телефон перестал звонить Ха, и дверь открылась Я гениален Просто мистер гениальность Мистер гениальность, блять Ебаный насосик, мой хороший, мой дружище, блять Слушай Я достаточно обоссанный сейчас Ну, в плане того, что Эта игра заставила наплячься мои яички Я играю сейчас поздно ночью, блять Если ты очень сильно захочешь, брат мой или сестра моя Значит, я продолжу для тебя снимать это выживание Сниму всю игру Все зависит от твоих миллионов тысяч лайков Потому что эта игра, она психологически реально давит Я надеюсь, тебе было интересно вместе со мной Как бы пиши, что думаешь Стоит или не стоит Потому что, ну, это проект один из немногих Которых заставил мои яички сжаться вовремя И здесь нужно думать Здесь нужно варьировать триггерами, понимаешь? В общем, пиши, если хочешь Я для тебя сниму еще Сейчас я обоссанный То есть, все, я, я, все Я пугаюсь в хоррорах чуть-чуть Потом со меня хватит, нахуй Вот, пиши Хочешь или нет С тобой был Шимор Мы увидимся на новом видео Спасибо большое за просмотр Пока-пока Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok